всем привет и сегодня я хочу рассказать о модернизации своего автодома небольшая такая модернизация но все-таки возможно кому-то это видео пригодится вот для тех у кого есть уже автодом но в нем не установлен аккумулятор вот но некоторые автодома кстати есть без аккумуляторов они идут в комплектации без аккумулятора без акб и устанавливаются уже позже потом владельцами либо какими-то сервисными службами при покупке я сразу заказал вывод на аккумулятор аккумулятор приобретал отдельно вот ну то есть по сути мой дом он автономен вот 105 амперный стоит аккумулятор а вот но возникает тогда проблема ну то есть освещение сделано здесь от этого аккумулятора и хочется еще каким-то образом запитать от этого аккумулятора другие устройства какие-то розетки сделать вот сегодня как раз буду делать интегрировать вот такой 12 вольтовую розетку это прикуриватель по сути обыкновенный прикуривайте не помню от какой машины в розеткам бортовая 2190 салат и 1118 что такое там 12 вольт 120 вот выдерживает вот но лягушки как запили на рыбалке там наверно слышно да вот чем хорош автодом мы вообще дом прицеп дом прицеп дача это вот этим то есть ты сидишь у себя дома а за окном у тебя то любимое место где ты захотел где остановился будь то рыбалка просто красивая местность горы либо еще что-то просто лес какой-то ну да ладно отвлекся в общем сейчас я буду показывать как я это сделаю покажу где установлен аккумулятор ну и какие-то вот может быть мелкие технические моменты поэтому друзья если кому-то технические моменты не очень интересно можете не смотреть ну а кому интересно вообще тем автодомов путешествие на автодомах на прицепах дачах вот умелости прошу подписывайтесь на канал ставьте лайк помимо прочего я еще занимаюсь строительством прудов ну можете посмотреть также у меня там в плейлистах эти видео и так погнали устанавливать розетку аккумулятор установлен вот под этим сиденьем как я уже сказал 105 ампер часов сейчас временно подключен инвертор на 300 ватт для того чтобы заряжать ноутбук вот подключен он через обычные крокодильчики сейчас мы их уберем эти вот провода они как раз идут для того чтобы здесь подключить на эту фишку этот самый прикуриватель для этого сейчас я сделаю отверстие здесь в мебели защелкнула туда и в принципе он будет установлен я подобрал похоже по размеру коронку как раз чуть чуть меньше ну думаю как раз немножко там если что напильником можно будет подработать и так просверливаем отверстие так стоп я думаю нужно нужно будет заклеить вот этот вот периметр малярным скотчем или может быть малярного у меня сейчас не будет скотч и просто какой-то изолента для того чтобы нам бумагу не подрать ну вот это вот декоративное покрытие потому что вот этот бортик он всего тут 1 2 миллиметра может получиться так что оторвется кусочек и будет некрасиво чтобы не мусорить берем листочек бумаги и вот таким образом его малярным скотчем конечно это все удобнее делать намного и вот так вот когда вы дома может уже сделан ремонт и неохота доставать пылесос ну и вообще пачкать обои пачкать принту сасан это все весь мусор будет час забиваться в какие-то щели потом его не достать только не знаю каким-нибудь пылесосом все и сейчас можно уже делать отверстие погнали проверяем соусность ровно или неровно все идет идет отлично кстати кому принципиально можно перевернуть и с обратной стороны просверлить коронкой навстречу для того чтобы там раз не замахрить край так может быть я так и сделаю чем хорош такой бесщеточный шуруповерт он очень короткий компактный и им очень удобно везде влазить это уже не раз меня спасала частности здесь я тоже самое могу сделать осталось только попасть 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 в отверстие не сказал в дырку чем дырка отличается от отверстия кто знает так подсветка пригодилась подсветка совсем слепой все мое устройство короче для опилок пострадала все аккуратно у нас сделано с обоих сторон вот такая бабушка получилось но несмотря на то что я вам показал этот лайфхак да ну в общем то поняли применить его можно но у меня немножко авария произошла суть этого видео не в этом поэтому ничего страшного убираем убираем изоленту ну все-таки что то здесь осталось не зря старался отсюда соберем опилки так и теперь теперь давайте уберем изоленту ну более-менее да более-менее аккуратненько получилось но эти краешки нормально они во внутрь и уйдут будет аккуратно так давайте проверим что у нас получается чуть-чуть не лезет хотя хотя ой слушайте идеально вообще сейчас чуть-чуть постучать и просто огонь огонь так неровненько неровненько пошла так кучу секундочку о ну что не пойму зайдет не зайдет что-то вот пардонте смотрите вот есть такой вот тут паз именно не вот эти пружинки черные да и которые ну защелочки а именно вот тут наплыв такой пластиковый пазик вот он нам не дает вот он тут обозначился как раз я от вдавливания надо мне немножко тут подрезать но подрезать можно ножом ножом или ножовкой хорошо когда инструмент под рукой вот она задирается та самая эта пленка неаккуратно будет может получиться q напильник у меня по-моему не собой дело в том что друзья я на природе сейчас нахожусь вот смотрите да вот я вам показывал аккумулятор тут а тут вам какая красота люди он рыбачит сидят у меня жена там рыбачит ну как бы мне надоело рыбачить я вот решил делаем позаниматься заранее специально взял с собой взялся с собой специальный инструмент вот он все с собой есть так что можно позаниматься потому что но выходных на все не все надо успеть и порыбачить дела поделать вот напильнички есть у меня напильнички есть так отлично как говорится 7 раз отмерь один раз отрежь дай ну че уже забить и может быть да 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 все она на месте чутка ее под подстучать нужно быть слушайте ну красота мой прелесть как вам как вам такая красота но это еще не все и я вспомнил еще о том что существуют вот такие зарядки с функции отображения на дисплее сколько вольт осталось в аккумуляторе вот что очень-очень то удобно и не надо какие-то дополнительные еще аккумулятор индикаторы ставить ну это наверное более сложная какая задача это было самым простым решением поэтому вот вы включаете зарядник аккумулятор 12 с половиной вольт замечательное напряжение можно еще до 11 7 спокойно использовать его тогда только начинается разряд аккумулятора который считается таким уже полностью разряженным вот но в данном случае аккумулятор тяговый на 105 ампер часов она предназначена как раз для электрических лодочных моторов для автодомов ну то есть там где не нужен сильный большой пусковой ток в начале для того чтобы крутить стартер а нужно именно вот большой объем большая емкость батареи и большой запас за большой запас энергии вот так что друзья смотрите вот так вот я решил эту задачу можно сделать вторую здесь еще розетку если недостаточно но в принципе мне кажется вполне достаточно можно заряжаться аналогичную розетку я еще сделаю в спальне там сейчас раз кардаш давайте покажу вот аналогичную розетку я сделаю где-то здесь для того чтобы можно было ну сами понимаете отдыхать и отдыхать и использовать телефон и заряжать его на ночь вот так вот вот такой вид из окна спальни прикольно друзья надеюсь вам это видео понравилось и было полезным подписывайтесь на канал ставьте лайки кому не жалко ну или просто ставьте лайки интересуйтесь темой строительство прудов у меня на канале много об этом всем пока пока пруд пруди всем прозрачной воды много рыбы и мира